Владлен Семёнович Давыдов! Дорогие друзья, давайте сядем с вами у карты как два полководца. Немножко выщет по этому фильму военный. А вы тоже полководец? Как полководец? А я тоже имею звание, по-моему, я майор запаса. О, я младший сержант запаса. Понятно. Служили по-другому ведомству. У меня такой вопрос. Я хочу, во-первых, сказать, что я был воспитан и вырос в сознании, что на этой земле, я имею в виду свою маму, которая была девочкой тех лет, собирала артистов, вырезала их из журналов. Я в разсознании, что на этой земле есть два красавца, два красивых мужчины. По ту сторону земли Роберт Тейлор, а по нашу сторону Владлен Давыдов. Это новость для меня. Насколько я знаю, в пьесе ваш персонаж полковник, а вы в фильме, судя по погонам, майор. Да, как и вы. Да, как и я. Вас понизили в звании, почему? Вы понимаете, в чем дело. Когда я был студентом школы-студии, начиная с 44-го года, меня каждый год пробовали на все роли, начиная вот безвиновиноватой. Ну, узнали в студии, узнали в театре. И мне запретили, потому что меня только что демобилизовали из армии. И сказали, мы вас хотим, чтобы вы в театре играли, а не в кино. Я отказался. Снимался в этом фильме мой друг, с которым мы сидели на одной парте, Володя Дружников. Вот, короче говоря, когда я кончил студию, меня пригласили на Мосфильм, уже знали меня. Я был популярен по этим пробам на Мосфильме. Пригласили на небольшую роль немецкого учителя. Я сыграл сцену, посмотрел Александров, замечательный режиссер, очаровательный человек. Сказал, Владик, мы очень хотим, чтобы вы снимались у нас, но вы, к сожалению, не похожи на немца. Ну, я думал, что же я стал не похож, ну, что же делать. Тогда меня стали пробовать на американца. То же самое, такая же история, опять очаровательная. Практически на Роберта Тейлора. Да, примерно, да. Ну, вот, короче говоря, значит, меня тоже сказали, нет, не похожи на американца. И неожиданно стали пробовать на роль полковника Кузьмина. Попробовали, посмотрели, и очень понравилось пробу Александрову. Ну, только звание. А мне было 24 года. Ну, 24 года, я думаю, полковников не было, может быть, только космонавты. И поэтому меня разжаловали до Майора, и я стал сниматься, играть главную роль в фильме «Встреча на Эльбе». Тогда посмотрим еще кусочек. Какой свежий фон? О, на свежем воздухе надо выпить. Он сделал ее первую актрису нашего кинематурга. Без вопросов. Ни Кузьмина, ни тем более Раневская, ну, кто там еще, ни Даша Ладынина, пожалуй, не могут с ней сравниться. Вот уже теперь, по прошествии времени, по славе. Да, она, пожалуй, не заслужила больше. Во всех, она была настоящая кинозвезда. Это, пожалуй, первый фильм, где он ей отдал отрицательную роль. Потому что положительнее не нашлось. Как он ее так подставил? Нет, во-первых, вы наоборот. Она сделала Александрова. Понимаете, тот случай, когда наоборот. Вы считаете? Я уверен в этом. Потому что она была звездой, а Александрову никто не знал. Понимаете? Она была звездой до Александрова еще? Нет, она вместе с Александровым в первый фильм, как вы знаете, «Веселые ребята». Да, да, да. Она была актрисой замечательной. Ведь она начинала в театре имени Мироича Данченко. Она уже была известной, более-менее опереточной актрисой, солисткой. Вот. Ну, и потом она решила, все-таки возраст уже, понимаете? Мы были, как раз, ей было 48, мне 24, понимаете? Обычно это было все сложно. Но, тем не менее, она великолепно, мне кажется, выглядела, и снимали ее замечательно. Наконец-то попадаете в эту картину. Да. Как конкретно это произошло, вы не помните? Я очень хорошо помню. Я пришел в дирекцию к мисс Фиттели и сказал, Владимир Евгеньевич, вот меня пригласили. Кто вас пригласил? Вас Александров попросил вас привезти, или кто-то вас искал какие-то помощники? Нет, была помощница, она режиссер была, Валентина Владимировна Кузнецова. Это женщина, которая работала режиссером по актерам Уэйзенштейна. Одним словом, это звезда Мосфильма. Скажите, пожалуйста, что с ней стало потом? Вы с ней виделись? Она сейчас жива, здоровая. Ее пригласили, давайте встретимся. Да. Валя! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, моя радость. Галюха, верболезный. Я тебе, пожалуйста, Владимир Иванович, вот сюда пойдем. Владимир Владимирович? Да. Владимир Владимирович. Давай рядом сядем с тобой. Шлем, мы поладим. Ну, я не знаю, войдет ли эта фраза в монтаж или нет, и бог здесь не войдет. Но это классный момент с вашего позволения. Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте сфотографируемся. Боря, иди сюда. Ну, Владимир Владимирович, пару слов, как вы нашли этого мальчика? Как она нашла? Она не только таких находила. Она весь актерский отдел нашла. Да. Вы понимаете, я еще из другой эпохи. Я родилась в предцаре. Ух ты. Да. При каком? При Мегалатуре. Вот. И мне в жизни очень повезло, потому что я работала фактически с людьми и помогала те, которые создавали кинематографы. Тогда. Это был Эйзенштейн, Пырев, Ром, Пудовкин. Это я с ними совсем рвала. Александров, конечно. И я, в общем, все, как говорится, ансамбли, я подбирала. Всю колоду. Да. И я, понимаете, даже Сергеем Михайловичем, которым... Эйзенштейн. Да. Александр Невский и Иван Грозный. Он мне тоже подарил за маленького Ивана и за большого Ивана две чашечки. Кузнецовский. Это как в твоё хозяйство, поскольку ты Кузнецов. И он меня назвал в пятом томе, что мой ассистент Валя Кузнецова, Скотт Лутен Яр для московских артистов. Сейчас, если вы обратили внимание, в каждом голливудском фильме есть в титрах слово кастинг, да? Это человек, который подбирал актёров к этому фильму. Первый кастинг нашего кинематографа Уитина Кузнецова и её неплохая находка Владлен Давыдов. Скажем вам большое. Мы пихали, мы пихали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнём и опять писать начнём. В столице нашей Белокаменной и в сотнях городов и сёл везде шагают на экзамены ученики советских школ. Наступил самый волнующий и значительный день в жизни наших школьников. Так вот, в 49-й год, год для кого-то похода в школу. Вот эта парта, я за такой ещё сидел, их уже не делают, не выпускают, они сняты с производства. Здесь всё архаично. Вот эти дырки для чернениц, эти желобки для перьевых ручек. Я ещё хорошо помню, что вот это ребро красило, можете помнить, белую рубашку. Удивительно всплывают изнутри какие-то ностальгические или, наоборот, неприятные воспоминания, но их много. Запах чернил, от которого мы уже отвыкли, страх, вызовок доске. Я прошу учеников 49-го года, Леонору Трофимову и артиста Александра Голобородцева. Будьте любезны. Здравствуйте, Саша. Вот наша последняя реликвия. Садитесь, пожалуйста. Ну, урок без учителя не бывает. Я прошу выйти на сцену учителя с 40-летним стажем Светлану Ивановну Лучевскую. Здравствуйте. Садитесь. Сейчас мы с вами проведем урок чистописания и мы вспомним с вами одну из фраз песни, которую мы сегодня с вами поем. Сталин и Мао а кто продолжит из вас эту фразу? Слушает нас. Спасибо, Саша. Ты очень хорошо подготовился к уроку. Сейчас попросим Сашу выйти к доске и написать первые два слова из этой фразы. Пожалуйста, Саша. А можно спросить? Пожалуйста, Саша. Можно спросить? Да, пожалуйста. А на какой линеечке писать? На маленькой или на большей? А это как удобнее. Значит, еще раз повторим какую? Какие два слова вы пишете? Сталин и Мао. Ну, потрясающе, по-моему, получается. Так, Эля, придется пойти немножечко поправить. Внимательно, пожалуйста, на доску. Саша, а у вас сколько было по чистописанию в школе? Ага. Ну, в общем, ничего. Ну, вот это идея. Это я потом научился. В театре? Да. Хорошо, Саша. Ну, пожалуйста, следующие два слова. Вот это класс. Хорошо, спасибо. Практически овация. Спасибо. У меня вопрос к тем, кто сидит в зале сейчас. Мы как бы восстановили школу 49-го года, но с некоторой неточностью. Нет никаких соображений на этот счет? В 49-м году, по-видимому, существовало раздельное обучение мальчиков и девочек. В 49-м году действительно существовало раздельное обучение мальчиков и девочек. Вот тут очень интересная поправка, пожалуйста. Даже не поправка, а замечание. Вот очень интересный стишок, вам не рассказать. Старик Потемкин нас заметил и в гроб сходя разъединил. Это министр просвещения был, в общем, известный в свое время человек. А как вы вообще перенесли вот это разъединение? Хорошо это или плохо? Нет. Мы относились к этому отрицательно. Да, пожалуйста. Василий, смотря чему обучают. Ну, наверное, не техники любви, конечно. Из 18 лет своей учебы только 6 лет я учился среди девочек. А все остальное у нас было отдельно мужское обучение. Ну и как? Нормально. Нормально. Пожалуйста. Я могу так сказать, раздельное обучение это интересно, но это неестественно. Все должно быть как в жизни. В жизни люди всех полов всех возрастов и живут, и общаются, и вместе работают, и проводят время, и любят, и ненавидят. И разделять их вот так с детского возраста мне кажется неестественно. Хотя нам было хорошо. Мальчики, кто мне скажет? Что нарисовано на обложке букваря? Скажи мне, Толя. Мальчики идут в школу. Разве только одни мальчики идут в школу? Кто еще идет в школу с мальчиками? Девушки. И девочки, так как же надо сказать? Мальчики и девочки идут в школу. Правильно, хорошо, Толя, садись. Я не застал этих игр. Пристенок, вот для меня была долго строчка Высоцкого загадочной. Пристенок с крохоборами. Что это значит? Ну я знаю, что это игры хулиганские. Так, во всяком случае, до меня это дошло. Это хулигопристенок, чика, штандеры. Нет, не хулиганские. Это испорченный телефон. А, Я сейчас скорее скажу, пусть мне ответят на этот вопрос, что это такое? Ну вас они спрашивают. Ага, хорошая штука. Жестко. Жестко, прекрасно. Ну, если попробовать, чиканка, да-да. Да, это да. Вот, прекрасно. Класс. АПЛОДИСМЕНТЫ, 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 У нас называлось мучи. Вот, ну потому что нужно было, это такая спортивная достаточно игра, нужно было очень много раз, значит, ею это бить, ну, до ста раз буквально. Но там есть, всякие таки правила, существуют, значит, удар вот так это один раз, удар носочком это пять раз, удар это десять раз, а вот удар вот такой вот, это двадцать пять раз. Так, кто-нибудь может хочет со мной сыграть? Не на деньги, так просто. Ну, 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 приятно. У меня есть еще одна. Пожалуйста. Делайте, да? Так, торчать не будет. Держите. Как вас зовут? Александр Иванович. Вот ваш тезка, сыграйте, пожалуйста. Мне трудно уже это, это у нас называлось лямочка, здесь, в Перловском районе, города Москвы. Ну, поехали. Мало. Мне тяжеловато. Так, я понимаю, ну, давайте просто так. Отличие. Тяжеловато. Больше трех раз не получается. И чем выше бьешь, она опускается, в этот момент уже подготовлено. Еще. У нас еще вставали в каждом дворе игры. Это так знаменитая называлась, может быть, по всей Москве расшибалка. А, ну. Вы умеете? А как же. Покажите, пожалуйста, вместе сыграйте. по-другому. Да, это вот прям на ковре. Чуть-чуть. На чуть-чуть. По пятаку. Ну, по-настоящему. По-настоящему. В нынешние деньги играть нельзя. Ставим на пятачок. Да. Ну, можно начинать? Можно. Ох ты мать. Все, дальше. Ваша радость преждевременная, потому что я добавляю в кон и буду перебрасывать. Такое правило тоже существует. Ну, здесь мы не договаривались. Уже поздно. Надо поменять. Все. Ну, здесь еще одна игра. Раз на то пошло, старички должны помнить. Раз такое пошло, у нас много народу, я кричу, шарап. Раз, шарап. Все. Очень так, просто. Понюхай, чем пахнет. Из соседского двора пришел мальчик постарше и хозяйничает. он, он хозяйничает. Это вы в этой роли. Правильно. Сейчас в роли главного хулигана нам. Это вот шапочка, конечно. Это было совершенно нормальная кепочка. А давайте снимем все. Восьмиклиночка. Александр Александрович, Александр Иванович, хулиганы 49-го года. Впрочем, нет, просто подростки 49-го года. Александр Иванович, примите кепочку, пожалуйста. Вы сказали, что у вас вид бандитский в ней. Бандитский вид. Я так как провожаю... Так и есть. Все равно. Нормальный голливудский вид в этой кепочке. Но... Вот так и синтегратируется. Спасибо, Александр Иванович. Это была одна из самых замечательных страниц нашей сегодняшней программы. Я приглашаю на сцену Оскара Борисовича Фельдсмана. Здравствуйте, Оскар Борисович. Очень рады вас видеть. Здравствуйте. Да, я тоже очень. Вы... Можно я вас спрошу сначала? Вы писали музыку уже в 49-м году? Да я писал не в 49-м году, а я начал писать в 27-м. Ну ладно. А родились в 29-м? Нет, родился. Я постарался в 21-м родиться. Вообще, можно я что-то расскажу, да? Конечно. У каждого по-разному складывается жизнь. Я должен вам сказать, у меня тоже как-то не все, значит, стандартно. Значит, 49-й год для меня был годом счастливым. В 48-м году я написал оперету «Воздушный замок», которая была поставлена в Московском театре опереты. Мне было тогда 27 лет. У меня в Москве не было квартиры, не было денег, не было ничего. И вот уже в 49-м году в начале пришел на спектакль такой председатель массовета Попов. Попову понравился, значит, спектакль «Воздушный замок». И вдруг в это трудное время я получил комнату. Хорошую комнату, прекрасную, на беговой, я помню. Все завидовали. Почему еще 49-й год для меня был замечательный, потому что я написал песню, ну, некоторые, может, помнят, это «Теплоходы» она называется. И ее спел Леонид Утесов. Я вам сейчас ее напою, но плохо, потому что я с тех пор ее не повторял. А я знаю слова наизусть. Знаете? Ну, все. Дело в том, что пока Аскар Байкевич у меня в дипломном спектакле в Театре Маяковского эта песня была леет мотивом. Я ее тогда и узнал, потому что я копался в старых записях и нашел. Мне кажется, была лучшая мелодия в этом спектакле, только я никогда не знал, что она ваша. А вы скажите там, все у меня в порядке, слышно? Посмотри, посмотри в последний раз на эту прессу. Давайте споем. Фонари, фонари на небесах в тумане глистом. Не помните? Расставаться нам приходит срок и печально зовет удок. Теплоход, теплоход уходит в море, теплоход свежий ветер сердцу вторит и поет. Не печалься, дорогая, все пройдет. теплоход, теплоход. Он идет навстречу зорям в сумме вод, словно лебедь на просторе он плывет. Теплоход. Это он гениально просто вел Это даже страшно подумать, когда я написал. Давно, да? А вот я еще это... А эту, знаете, ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Ну, один куплет ты сегодня мне принесли. Не букет из пышных рот, ни тюльпаны, ни лилий. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. Давайте вместе. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Астам Борисович, я слышал недавно ваше интервью, что вас за эту песню долбили, ругали, прорабатывали следующие там 24 года или 27 лет. Вы не точно говорите, 23. 23 года, всего-навсего. Да. 23 года хватило людям терпения разбираться с ландышами. Ну, ничего, ну, я, вы знаете что, я сейчас вот книгу пишу, в общем, написал книгу, и там я пишу, что я жутко был бы огорчен, если бы не было вот этих 23 лет ругодни, и вообще я жутко был бы недоволен, если бы я эти ландыши не написал, потому что все-таки ландыши, и я как-то неплохо. Правда? Все. Все. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть любимая фраза в этой передаче «Жизнь постепенно налаживалась». И вот мы ее повторяем из одной съемки в другую. «Жизнь постепенно налаживалась». И так можно повторять это до 96-го года. «Жизнь постепенно налаживалась». И вот сейчас мы посмотрим на экране, как она налаживается в 49-м году. В этот утренний час знатного проходщика Андрея Кимовича Сосунова жена провожает на работу. У почетного шахтера свой москвич. Теперь многие мастера уголя приезжают на шахту в собственных автомобилях. В залах моссовета открыта выставка изделий, облегчающих домашний труд наших женщин. Особое внимание посетителей привлекает кухонный комбайн. Он может одновременно молоть кофе и провертывать мясо. взбивать сливки и месить тесто. При помощи этих деталей комбайн выполняет 24 операции. Стиральная машина. Мы с вами на радиозаводе. Здесь сейчас выпускаются новые телевизоры. Телевизор дает возможность не только слышать, но и видеть то, что передается по эфиру. В новой сталинской пятилетке телевидение станет доступным многим городам и селам. На этом столе предмет, который тоже появился именно в 1949 году. Это первый советский телевизор. Как он назывался? КВН. А точнее, КВН-49. совершенно верно. Ну, теперь я хочу спросить, а что такое КВН? КВН-49 это электронный электронаповый приемник. Нет, расшифровка названиями. Шифровка у него простая. В нее заложены три фамилии разработчиков. Не помните фамилии? А вот фамилии я не помню. Это были Кенексон, Варшавский, Николаевский, но вы правы. КВН-49 это расшифровка фамилии, аббревиатура фамилии участников. А, конечно, не игра, которая была названа потом именно, потому что первый советский телевизор был КВН. У нас в гостях не последний по этому вопросу человек, главный конструктор завода темп, московского завода темп, Владимир Николаевич Лыжов. Будьте любезны сюда, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Как это работает, Владимир Николаевич? Ну, как говорит, а? Ну, как хорошо говорит наш ведущий, извините за фемиарность, Григорий, но вы же сказали неправду. Я люблю. Вы все время говорите, первый телевизор, первый советский телевизор, первым советским телевизором был не КВН-49, а назывался он «Москвич-Т-1». И сделан был в 1947 году в коллективе московского самого, ну, древнего, не хочется сказать, самого старейшего предприятия, московского радиозавода. Было выпущено 2000 телевизоров, вот в доказательстве даже есть паспорт, вот здесь маленькая фотография, вот телевизор такого консольного типа, вот здесь есть даже гарантийный талон, и куда обращаться. Владимир Николаевич, вы как-никак главный конструктор завода, да? Это можно настроить, чтобы это работало? Ну, вот пока только так. А вот это что такое? Да, ну, вы сами понимаете, что вот такой экран размером в сантиметрах 10 на 14 не всех удовлетворял даже в том 1949 году. Это разработки 1949 года. Давайте поставим. На некоторых заводах стали выпускать вот такую линзу, которая наполнялась водой, дистиллированной, чтобы она не испортилась, дольше служила, или для большего увеличения глицерином, если кто-то себе мог позволить такое количество купить. А зачем здесь такие полосы цветные? ну, людям хотелось, чтобы не только он был черно-белым изображением, но и цветного. Но цветного телевидения тогда еще не было, появилось это все позже, и поэтому умеется сначала, а потом это было достаточно массово, значит, выпускалось, так называемый цветной фильтр. Если вы обратите внимание, примерно на три части он разделен. Верхняя часть окрашивалась голубой цвет, как бы имитировало небо, средняя часть зеленый, вот здесь я не вижу зеленый или нет. То есть как бы трава. Трава, да, и нижняя часть песок, так желтоватого цвета. Ну, разные варианты были. А я вижу, что сейчас показывают. Если вы обратили внимание, если вам видно через линзу хотя бы, сейчас по этому телевизору, по КВН-49, идут вести. Вести российского телевидения. Но это все равно, что картина, скажем, Пикассо в раме от Рембрандта, да, наверное. Спасибо, Владимир Николаевич. Телевизор тем временем работает, и, конечно, лицо диктора, лицо ведущего на этой программе в нем выглядит некоторым диссонансом. Мне интересно, что показывали по телевидению, когда оно возникло, в 40-е, ну, 50-е годы. Я прошу выйти на сцену Михаила Сергеевича Боярского и поведать на этот счет, если вы, конечно, помните. Надо признаться, что тогда были в моде приемники, и наиболее интересные передачи шли по радио, поэтому, когда в сенью принесли телевизор, то его развернули другой стороной, чтобы обмануть меня. Я, а где же телевизор? И тогда они с довольными лицами повернули его, я видел, да, маленький экранчик. При свете смотреть его было нельзя, поэтому я накрывался либо одеялом, либо халатом, чтобы было видно изображение. Здесь были ручки резкости, громкости, и только в конце, через 3-4 года я узнал, что там переключение программы, второй программы сзади. Вот тут. Тогда показывали Александра Невского, Чапаева, и я, конечно, смотрел все это с удовольствием. Мы ходили на телевизор, понимаете, ведь телевизор был в доме у одного или двух людей. Можно ли он на телевизор? Пожалуйста, проходите, и мы смотрели. А вы ностальгически вспоминаете времена, где был телевизор в гостях, надо было смотреть, да? Да нет, не в этом дело, но связано не с телевизором, а с молодостью, с детством, потому что детство и что в Спарте, что сегодня, что через 100 веков будет самым прекрасным временем в жизни. И тогда все было вместе. А я к человекам по низке, наверное, поэтому пошел потом в театральный институт. Вот без этого скучаю. Раньше мы все во двор выскакивали после любого события, а сейчас для того, чтобы только... Нет, я бы не выскочил во двор. Страшновато. В общем, я очень рад, что вы вспомнили такое чудесное дело. Вот сейчас, наверное, ребята наши, которые будут вспоминать компьютеры лет через 80. А помнишь, первый компьютер Макинтош к нам привезли? Тоже будет. Нас будут играть потом, а они будут вспоминать, может быть, в этом зале. Так что я желаю вам самого хорошего в этой чудесной передаче, которая наверняка будет смотреть с радостью. Но не подумайте, что мы такие уж пожилые, чтобы вспоминать, что было. Это есть и есть сейчас и долго будет. Это наше богатство, черт возьми. Так, наверное? Да, малыши. Спасибо, Михаил Сергеевич. Спасибо, Миша. 70 лет. И в области поздравить дети. Замечательные кадры, особенно по подробности. Может быть, заметили, Ворошилов трогательно шевелит губами, повторяя стихи про себя, волнуется за детей. Добрые глаза Кагановича, улыбающийся Мао Цзэдун. Чудная картина. Вот мы сейчас попробуем ее как бы немножко восстановить. Пожалуйста, дети на сцену. Так, ну, пожалуйста, давай, девочки, ставите вот сюда, пожалуйста. Вождь не вождь, а какая-то публика в зале есть. Поехали. Товарищ Сталин, дорогой учитель, наш лучший друг, наставник и отец, слова любви и верности примите от миллионов молодых сердец. Живите, Родине, на славу, светите нам своим огнем, чтоб советская держава цвела и крепла день за днем. Мы крепки, как скалы, нас нельзя сломить, потому что Сталин научил нас жить. Дал он в руки счастье, вывел нас на свет. Ваше имя Сталин, знамя всех побед. Овация. По-моему, прелестно. Дети, скажите, пожалуйста, а кто это такой? Я не знаю, кто это такой. Ну, посмотри, вот он, вот человек, о котором мы сейчас читали стихи. Кто это человек? Это не русский человек. Так. Ну, вот Сталин, это кто? Это маршал. Маршал. Это все, что о нем знает, да? Нет. А еще? А еще что? То, что он грузин. Сталин, это человек. Это тоже, между прочим, можно поспорить, но во всяком случае, что за человек, когда он жил, когда умер, чем занимался, кем работал? Словно, вопрос. Ты слышал эту фамилию раньше? Наверное, когда-то. Много лет назад. Понятно. Кто такой Сталин? Ну, я все-таки думаю, что он раньше правил СССР. Раньше правил СССР. Справедливо. Хорошая мысль. Ну, ты старше всех, конечно, ты должна это знать, и, может быть, даже помнить. Как правил? Ну, он правил войсками русскими. Знаете, что? Я вам скажу. Нормальное дело. Слава Богу, говорят в зале. Ну, конечно. Конечно. И вряд ли стоило бы сейчас сетовать на то, что вот дети исторически неподкованные. Они легко и весело проводят свое детство, не обременяя себя и их, видимо, слава Богу, никто не обременяет этой политической грамотой. И не надо. Сейчас мы попробуем с ним познакомиться, тем не менее. Пожалуйста, великий вождь на сцену. Дети это наше будущее. Причем светлое будущее. Дети это цветы жизни. Важно, чтобы они не распускались. А теперь я к ним подойду. Здравствуйте, дети. Как тебя зовут? Здравствуйте. В каком бы классе? В третьем. Ну, мы хорошо помним, что в обмен на цветы и поздравления вожди дарили детям конфеты. Как тебя зовут? Ксения. Учись хорошо, по-богамаме. Хорошо? Спасибо. И вам тоже, конечно. Спасибо, дети. Спасибо вам. Я бы сказал, за вашу необразованность и тревучесть. Идите со сцены. Идите. Слава богу, я думаю, что вы хорошо знаете, какой боярский. Хороший лист. Это гораздо интереснее. Это, конечно, не родственник, не двойник. Это артист, играющий в кино роли Сталина. Георгий Маркарович Ксакин. У Георгия Маркаровича таких фильмов уже больше двадцати. Георгий Маркарович, в свое время был артист такой Геловань, который, ну, что ли, с высочайшего соизволения играл роли Сталина. Кажется, в одном фильме его играл Алексей Денисович Дикой, а в остальных играл только Геловань. В двух фильмах, да? Это особый рассказ. Когда получили Сталинскую премию, то было традицией выступать в клубе МВД на Лубянке. В маленьком клубе. Где сорокалый гастроном? Да. Он мне сказал, я хочу выпить фужер коньяку. Вы со мной выпьете? Я сказал, нет, я перед выступлением не могу пить. Не хочу. Он мне сказал, у меня три Сталинских премии, но это самая дорогая, потому что я впервые снимался после того, как два фильма снимался Алексей Денисович Дикой. А я решил, что если меня не возьмут в фильм «Падение Берлина», то я покончу жизнь самоубийством. У меня в столе лежал пистолет. Поэтому я еще с вашего разрешения выпью второй фужер. Спасибо, Владимир Семенович. Это история очень серьезная и она очень как бы годится к тому, что я хочу сказать. Насколько мне рассказывали люди, знавшие Геловань, эта роль сначала была как бы его возвышением, а потом его трагедией. Он перестал сниматься, у него отняли все звания, выгнали из МХАТа, да, по-моему, и так далее. Он тяжело пережил. И он скончался 21 декабря. День рождения Сталина скончался. 21 декабря. Правильно? 21 декабря. Как говорит Георгий Макарович, и подсказал Владимир Семенович, и умер даже Геловань в день рождения Сталина. Георгий Макарович, вы приехали из Баку. Насколько я понимаю, вы вынуждены были уехать из города Баку. Я бежал из Баку. Можно ли считать, что в вашей судьбе, конкретно, вот в вашей судьбе, Сталин сыграл очень положительную роль? Я скажу, это можно понимать, переносном смысле. Если дети говорили, что спасибо, товарищ Сталина, счастливое детство, то я могу его благодарить за то, что я в какой-то степени на него похож, потому что и всех актеров, его исполняющих, меня готовить не надо, гример, гимн, музыка. Вот за это я вам благодарен, что он помог мне после 90-х годов, тем более, выкарабкаться из ситуации, в которой оказался, и я вступил на счастливую сезю общения с великими представителями геноискусства. Спасибо. Внимание на экран. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это была самая популярная песня с 49-го года. Лауреат первой премии первого международного фестиваля молодежи и студентов Роза Багланова в передаче «Старая квартира». АПЛОДИСМЕНТЫ Как мы рады вас видеть, вы себе не представляете, да? Я правильно говорю? Скажите, пожалуйста, вы были абсолютной звездой в то время. У Евтушенко, я помню, Багланова и высокий голосок в одном из его стихотворений. Как вы живете сейчас? Очень хорошо. А подробнее? АПЛОДИСМЕНТЫ Работаю. Разъезжаю по всему миру. У меня во многих странах мира. У меня контракт. Я недавно вернулась из Греции. Вот в этот понедельник позвонили, что я должна поехать в Турцию. И 88 раз была за границей. в 55 странах мира. Приеду. АПЛОДИСМЕНТЫ Как приятно слышать, когда у человека все в порядке, и он с удовольствием об этом говорит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Казахстане хорошо. В Москву люди. Как любили, так и любим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда, если вы не возражаете, я сделаю такое объявление. В 49-м году, несмотря на все сложности, трагизм, печаль этих дней, и эту фразу повторяю каждый раз, люди встречались друг с другом, любили друг друга, вступали в законный брак или в незаконный. Но так или иначе у них рождались. В 49-м году появились на свет главный редактор московского комсомольца Павел Густик, артисты Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Любовь Полищук, Александр Панкратов, Черный, митрополит Воронежский, Липецкий, Мефодий, бывший зампредстав в Мина СССР, Щербаков и другие. Заканчивается 49-й год. Наступает год 1950-й. В праздничном концерте, посвященном окончанию 1949-го года, молодая артистка из Казахстана, Роза Багланова, «Самара-городок». Платок тонет и не тонет, Потихонечку плывет, Милый любит и не любит, Только времечко ведет. Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокойная я, Успокойная я, Сколько раз я собиралась, Бросить милого забыть, И скомилась, и страдалась, А не бросила людей, Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Милый скажет, До свидания, Сердце скинется, Ох, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я, Беспокойная я, Успокой ты меня. Продолжение следует...